Пресвятая Дева Матерь Божия, Благая Богородица, Не остави нас своей вечной и доброй молитвой. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня праздник. Служба настолько торжественная, что ее проводит сам епископ Николай, глава епархии. Священников на службе много. Один из них крестится в полумраке, Затем Евангелие в руках осеняет верующих. Они чувствуют память апостолов Петра и Павла. Апостола Петра церковь вспоминает как первого из учеников Христа, исповедовавшего Иисуса как сына Бога. Он был простым рыбаком, тяжело трудившимся, чтобы содержать семью. Не был образован, не был богат, не был красноречив. Словом, был обычным человеком. И имя у него было другое, его звали Симоном. Петру, то есть камнем в переводе с греческого, назвал его Иисус, сказав, «Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда Иисус позвал его за собой, он, не раздумывая, оставил все и последовал за Христом. Апостол Павел совершал путешествие для проповеди Евангелия. Написал 14 посланий. Свою мудростью он обращал тысячи людей к Христу. Его много раз хотели убить. Однажды не даже подвели камнями, но он остался жив и продолжал свое служение. Апостола Павла часто называют апостолом язычников. Его жизненный путь совершенно не похож на жизнь Петра. От отца он унаследовал римское гражданство. Похвастаться таким статусом могли только самые богатые и влиятельные иудеи. Но все изменилось в один момент. У него была большая власть. Он имел особую полномочия преследовать христиан и придавать их на касты. Однако все это было в дебности к Богу. И когда Господь ему отмылся по пути вдова, он встал на защиту церкви. Апостолов Петра и Павла, горячих проповедников христианства, церковь чтит одинаково. Одного за страсть и твердость, другого за светлую мудрость. Их часто изображают двумя мудрецами, просиявших Божьей любовью. Их икона – главный атрибут праздника. Перед ней с трепетом в душе и молитвами в сердце поклоняются верующие. Служба в храме идет своим чередом. Кто-то из прихожан хочет исповедоваться, кто-то уже ждет причастия. Посредством причастия, то есть вкушение хлеба и вина из общей чаши, верующий человек соединяется с Богом. Это таинство установил сам Иисус, повествует православное предание. Он разломил хлеб и раздал его ученикам накануне своих крестных страданий, сказав «творите это в память о Мне». Спустя века причастие для верующих людей стало духовной пищей. Причастившись, человек ощущает в себе божественную благодать. Утихают страсти, помыслы и ненужные мечтания. Между тем храме посветлело. Впрочем, согласно народным верованиям, ненастной погоде в этот день нужно радоваться. Якобы тучи и дождь приносят хороший урожай. Да и вообще, Петр рыбаком был. Вода с неба – Божья благодать. И Бог приходит в дождь, как сегодня. Сладенье смыли к кому-то, радость вращает ко всему. Что? Оскужает жар. Как жар страсти, как жар страсти, смывает всю грязь. Как грязь материальный смывает, так грязь в полный смывает зло. И как дождь посылает всему живительному народу, которому мы не сможем ничем относиться. Как бы человек ни украшу, ни украшу, ни украшу, ни украшу, ни украшу, но и всегда замечает то, что присылает за свадьбу, дождь и мужчину, кто всегда способствует живительному силу, чтобы возбуждать расти. Все начинает расти. Все начинает с того, что происходит, сходя на сверху человечеству, начинает расти, которые привозят свои ходы. После проповеди епископы прихожане начали готовиться к крестному ходу. В руках иконы и церковные знамена. Крестный ход – это древнехристианская традиция. Крестные ходы русская православная церковь унаследовала от материнской нашей греческой церкви, из Азантийской империи. Та, в свою очередь, унаследовала их из Ветхого Завета, когда еще в глубокой-глубокой древности, до Рождества Христова, за несколько тысячелетий, было такое событие, когда первосвященники, дабы взять какой-то город, Иерихон, обходили его с пением молитв, и когда они обошли его, город был разрушен. Вот по примеру этого мы крестным ходом обходим, дабы разрушались всякие греховные настроения и брожения в народах, чтобы люди больше отвлекались на позитивное. В дореволюционной России крестные ходы были обычным массовым явлением. С чудотворными иконами, крестами обходили наши предки, города, села, поля, просили помощи и заступничества небес. Император Константин перед своей решающей битвой в 312 году увидел на небе надпись, увидел крестное знамя и надпись «Сим победиши». Сразу же распорядился, чтобы изготовили крестное знамя, чтобы оно было изготовлено на щитах воинов и просто хоругви с изображением крестного знамени. Пошел на сражение и победил. После этого в течение многих веков существования Византийской империи происходили различные крестные ходы. Они бывали совершенно разные. Из одного храма в другой, вокруг одного храма, вокруг города. Когда начинались какие-либо нестроения в городе или болезни, или эпидемии, существовали также различные природные катаклизмы. Засуха, град, мало дождей, много дождей, бури. С крестным ходом обходили поля, нивы и проходили эти все неприятные природные явления. Начало 20 века стало бурным периодом рассвета традиций совершения крестных ходов. Они имели не только воспитательное воздействие, но и становились яркими событиями в жизни народа. Большой любовью пользовались монастырские шествия. Но советская власть уничтожила монастыри, запретила и крестные ходы. Чтобы удовлетворить потребность в праздничных шествиях, стали проводить демонстрации. Но они не имели духовного смысла. Хоругви заменили флаги, а иконы – портреты вождей коммунизма. С начала 90-х годов прошлого столетия традиция крестных ходов в России возрождается. Люди вновь выходят на улицы с крестами и хоругвями. Самый знаменитый и, пожалуй, самый трудный – это Великорецкий ход. Его протяженность – 150 километров. Люди в пути идут шесть дней. Традиция его проводить зародилась в XIV веке, когда крестьянин Вятской губернии нашел на берегу реки икону святителя Николая, от которой вскоре стали происходить настоящие чудеса. В советское время он, как и сама церковь, оказался вне закона. Сегодня же Великорецкий ход – это торжественное и запоминающееся зрелище. Он начинается у Трифонового монастыря города Кирова и следует по городам и поселкам. В нем принимают участие тысячи паломников, съехавшихся со всей России и зарубежья. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Основной задачей крестного хода во время крестного хода священник или епископ читают молитвы. Благослови Господи Грации, благослови Господи жителей, проживающих в ограде Семь, благослови Господи Мирсей. Основной целью – благословить и осветить крестным знамением, обнести вокруг проживаемых людей, чтобы настроить их на позитивную волну, чтобы они стали сопричастны к празднику, который отмечает Русско-Православная Церковь. Праздник Петра и Павла в Салехарде престольный. Главный храм округа освящен в честь этих святых. Они – небесные покровители города. Под звон колоколов прихожане храма выходят на улицу. Старожилы говорят, что во время Петровского крестного хода всегда хорошая погода. И действительно, в небе сияло солнце. А омытая дождем листва, смешиваясь с запахом ладана, искодильниц священников, издавала аромат, который невозможно спутать ни с каким другим. Не чувствуя усталости после продолжительной службы в храме, не делая скидку на возраст, люди шли по городским улицам. Впереди на машине везли большую икону Петра и Павла. Молитвы и песнопения не смолкали всю дорогу. По словам самих участвующих в крестном ходе, они получают богословение Божие и чувствуют себя после этого хорошо. У них спорятся дела в различных сферах, то, что просят. Но дело ведь не в самом крестном ходе. Человек, прежде чем на крестный ход пошел, он отстоял службу, поблагодарил Бога за то, что имеет, попросил тот, в чем хочет быть успешен. А далее после службы совершается крестный ход. Если человек просто был в крестном ходе, но, допустим, проигнорировал богослужение, это совершенно другая ситуация. Вопрос, зачем он это сделал. И случайно это или нет, потому что на работе был так или иначе человек, понимаете, крестный ход так или иначе человека подтягивает к живому богообщению. Бывает, какое-то время мы едем в этой жизни, знаете, как плывем в корабле, в этой лодке по реке жизни на заслугах и благочестивых поступках наших предков. Они совершали какие-то добрые поступки, и нам кажется, мы в храм не ходим, а у нас все хорошо получается. Но так бывает только какое-то время. Не может так всю жизнь вести. Кому-то везет долго, кому-то не очень долго. Может, вообще не везет. У всех же предки разные были, да? Но так или иначе человек должен иметь живое богообщение. Тогда он будет успешен. Возьмите хотя бы внимание нашего любимого президента. Человек верующий, исповедуется, причащается, открыто говорит, что он христианин. И он делает это не для рейтинга, ведь все понимают, что рейтинг там и так очень даже хороший. Ему не нужен такой рейтинг, как Ельцин. Но он, тем не менее, открыто свидетельствует, что он христианин и верит в Бога. Так что делайте выводы. Хотите быть успешными, будьте ими. Два часа ходили верующие люди по улицам Салихарда. Молились за себя, своих близких и за Весей Мау. Крестный ход завершился у ворот храма Петра и Павла. Для участников крестного хода была приготовлена праздничная трапеза. Люди угощались вкусной выпечкой и делились впечатлениями. Радость неизвеченная, как на Рождество Христово, как на Пасху. Такая же радость, как на Небушке. Я впервые на этом празднике всегда мечтала, просто уезжала в Большую Землю. А сейчас на этом долгожданном мною празднике. Радость в Небушке. Хочу поделиться со всеми, кто не смог приехать, не попал, болеет, работает, не смог. С нашими лабитнанскими всеми прихожанами тоже уехал, кто не с нами. С праздником вас. Это вообще день города, можно сказать. День Петра и Павла. Видели, как сегодня дождь дважды лил? Ливень первый, ливень второй, Петра и Павла. А мы пошли крестный ход час под солнцем, без дождя. Вообще, этот храм давно уже в Салехарде. Очень давно. Поэтому все его знают, все знают, что сегодня день Петра и Павла. У меня вот дед Павел, допустим, тоже 12-го родился, и Юля. Уже ныне покойный. Но вот, тем не менее, для меня этот день знаменателен и этим еще. День рабочий. Мы понимаем, что часть людей и выехала из города. А те, кто остались, конечно, все на работе. Но мы даже во время крестного хода видели, как люди выходят из, будем так говорить, даже иногда из тех помещений, где трудятся, для того, чтобы хотя бы помолиться вместе с нами, пускай какую-то минуту соприкоснуться с этой благодатью. Глава епархии, епископ Николай, с удовольствием общался с прихожанами, отвечал на все их вопросы. Рядом с ним высокий гость. Глава в Аркутинской епархии, епископ Иоанн. Они познакомились 20 лет назад, когда Николай был игуменом монастыря в Новосибирской области. Иоанн – мирским человеком, ученым-физиком. Но, как говорится, пути Господни неисповедимы. Сегодня они, уже епископы, вместе проводили литургию. Я только начал служение в Аркуте, буквально с 1 мая, с Пасхи этого года. Но надеемся, наше общение будет очень таким частым, близким, взаимодействием, потому что много трудов нам совместно. Нужно просвещению народа в Север, освоению Северных земель. Ну, а самое главное, наше молитвенное общение, оно очень укрепляет нас и поддерживает, дает нам силы благодатью Божией, благодатью Духа Святого. Вот поэтому праздник очень важен. Совместная молитва. Петр и Павел нас объединили. И нас, будем так, в нашей совместной архиерейской молитве. И во время праздника, мы знаем, все христиане собираются вместе и получают особую помощь. Сила Божьей помощи, Божья благодать – это дар, который дается человеку. Апостолы оценили его в полной мере. Петру, одному из немногих его учеников, было суждено увидеть все величие Христа. Тысячи лет назад произошло событие, которое впоследствии было описано во многих Евангелиях. Христос поднялся на гору Фавор и преобразился. Его лицо просияло, а одежды стали белыми, как снег. Преображению посвящен праздник церковного календаря. Многие знают и любят его с детства. Единственный день в году, когда в храм приносят для освящения фрукты и овощи. С самого Ветхого Завета, нам много пришло с Ветхого Завета. Говорится о том, что люди перед вкушением какой-либо пищи приносили Богу начатки овощей, фруктов, того, что они смогли вырастить для благословения. Приносили это в жертву. Даже приносили в жертву, были и кровные жертвы, там овец, тельцов, кто-то голубей приносил. Вот сейчас у нас кровной жертвы не существует, есть бескровная жертва только. Ну, а начатки овощей и фруктов так или иначе приносятся для благословения, благочестивого обыча. Традиция освящать фрукты на яблочный спас, еще так называют праздник преображения, в России насчитывает века. Крестьянский труд всегда зависел от Божьей воли. Будет Господь милостив, говорили верующие, будет хороший урожай. Но мы должны благодарны быть со все, говорят священники. Вы помните пример, когда два брата даже в самом-самом начале Ветхого Завета, Каин и Авель. Авель принес лучшее из того, что у него было, а Каин принес то, что было не жалко. И Бог принял приношение Авелева, а Каин его не принял. И Каин увидел это, очень огорчился, разозлился, разгневался и из-за этого убил брата своего. Но началось все с того, что Авель принес лучшее Богу это благословение, а Каин принес то, что было не жалко. Красивый и светлый праздник терпко и сладко пахнет яблоками. Но за благодатью праздничной литургии главное не забыть, что это торжество в первую очередь посвящено явлению Божественного величия и славы. Духовное преображение бывает только в том случае, если сам человек прикладывает к этому усилия. Невозможно просто прийти, постояв на празднике преображения, и оказаться преображенным. Господь преображает нас по желанию нашему, но желание наше должно быть подтверждено нашими определенными поступками. Мы же постоянно что-либо делаем, и мы не можем ничего не делать. Либо делаем какие-то спасительные вещи, добрые, дела милосердия творим, либо мы их не творим. Помните, по примеру Христос говорил, встанут одни по правую руку, которые меня не накормили, не напоили, не одели, не обули. То есть по левую руку, а по правую встанут, которые меня и накормили, и напоили, и одели, и обули, и в темнице навестили, и в больнице навестили. Одни, те, и другие скажут, Господи, мы же тебя не видели. Он скажет, ну если вы сделали одному из окружающих вас людей, значит, все равно, что мне сделали. То есть он очень четко говорил о том, что мы должны творить делами милосердия, и тем самым преображаться. А в праздник преображения Христос показал, насколько преображенными будут тела наши по воскресению. То есть, когда наступит время будущего века, после страшного происшествия Христос, страшного, потому что справедливого суда Господня, насколько тела наши преобразятся, и мы будем преображенными. Для нас вот это празднование, это всегда есть, прежде всего, молитва к Богу. Молитва к Богу, память о тех людей, о тех событиях, которые мы отмечаем. Это всегда, я бы сказал, не просто приносит человеческую душу какие-то элементы воспоминаний, или там что-то мы пытаемся как бы вот соприкоснуться к чему-то, да, своей памятью. А я хочу сказать, здесь не просто память, а душой человек имеет возможность соприкасываться. Благодать она есть, благодать она всегда. Хорошо, настроение хорошее. Все хорошо всегда бывает. И дома помолишься, и тут помолишься, и везде молишься. Ходишь, думаешь, слава Богу, что Господь-то есть. Я уже рада, думаю, всю жизнь я молюсь вот так, хожу. С маленьких вот таких вот бегала. 25 километров, 36 у нас церковь была. Мы далеко ходили, пешком ходили. Всю дорогу ходили по церквям. Праздник преображения Господня призывает нас совершить переоценку своих духовных ценностей. Преобразиться в внутренней, навести порядок в душе и наполнить ее отблеском фаворского света. Ты ищешь истину, она недалеко, Она в крови замученных навеки. Тела их на земле, А души высоко, И крови мучеников текут большие реки. Одна есть истина, одна. Ты знаешь, истина есть Бог. Ведь Он любовь и вера, и надежда. К Нему есть тысяча дорог, Лишь бы душа была не горделива, а смиренна. Пресвятая Дева, Мать и Божия, благая Богородица, Не остави нас своею вечную и доброю молитвою. Субтитры создавал DimaTorzok